Так, Геннадий Петрович, покажите свой ум на нашей зонке. Погруди! Посамаем немножечко этой камерой. Хочется сравнить Две камеры у меня с Сони Одна из них нырнула Во время купания в Задонске И вроде бы все нормально было Но потом потихонечку О, пазанчики ходят Кстати, вон они Эти Молодцы, не боятся И это хорошо Единение с природой Как раз проверим на них Как это все берется Так вот, через какое-то время Я заметил На той, что нырнула Я так думаю, это она была Звук стал тише как-то писаться А потом туда дальше И изображение становится Каким-то таким Мутноватым То есть Нету той резкости Четкости, которой славятся Камеры Сони Это кто там, вороны ходят? И вот Я в основном Одну камеру беру Они там различаются по номерам Заметил Один номер на 10 А другие На 2 семерки Другая И Сейчас Сравним Что и как И уже будем Что-то Что-то предпринимать Поэтому Вроде дождь Они выдерживают А что касается Ныряний Без Защитного Водонепроницаемого Корпуса То Это на них Как-то все-таки Отражается Поэтому Будьте внимательны И просто так Их Не окунайте Пазаны Перебрались Вот там Сколько Тровы Перебрались На эту сторону Вон они С этой стороны Два петушка Ходят Бродят Побежали Ворона Молодцы Закаленные Ребята Два петушка Ворона Здорово Бродят Ворон Петушка Б elements Гернее Ворона Два петуши Два Ворона Ребята Ворона Давайте С Субтитры сделал DimaTorzok По народной медицине, с описанием всевозможных различных рецептов и методов. Далее, содержание газеты я построил так, чтобы она шла по сезонам год. Более важная и отличительная особенность моей газеты заключается в том, что я беру отдельную тему. Например, в этом номере у нас идет тема о бородавках и способах их лечения. Итак, приступаем. Вот на руке мы с вами видим бородавку. Вот она, видите? Острел ножа, я указываю. Вот она бородавочка. Бородавка есть, надо ее свести. А вот мы с вами берем картошку с уродством. Видите, какой вырост? Вот этот вырост как раз и похож на бородавку. Именно на него и надо ее сводить. Вы видите проросшее зерно? Вот такое оно должно быть. Выключек примерно 1-2 миллиметра, не более. Я сразу проращиваю большую чашку пшеницы. Вот столько. Перемешиваю, чтобы зерно равномерно было смочено. И корешками друг друга не переплетало. Теперь беру целлофановый пакетик. Оборачиваю. И кладу в холодильник на нижнюю полку. Все. Теперь зерно у меня будет стоять здесь недели-две. И я буду регулярно его есть. Вот я взял горточку зерна. Это зерно я добавляю вот сюда в салат. Перемешиваю. И ем. Получается вкусно и полезно. Карт. 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 Карт.